Уже завтра будет дан старт одному из самых ожидаемых культурных событий осени – 23-му Международному театральному фестивалю имени Федора Михайловича Достоевского. Спектакли по мотивам произведений классика пройдут в Великом Новгороде и Старой Руси. А накануне организаторы сценического марафона приоткрыли театральную завесу тайны и рассказали об особенностях фестиваля этого года. 22 спектакля за 8 дней. Новгородцев ждет настоящее погружение в сложный, драматический и местами детективный мир Федора Михайловича. Причем знакомый со школьной скамьи диалоги и монологи зритель услышит не только на русском, но и на финском, польском, турецком и татарском языках. География фестиваля максимально обширна. Мы хотели сделать своего рода бабочку. Если вы так можете понять, то есть есть сердцевина – это Новгород и Старая Руси, а есть крылья – есть восточное крыло, есть западное крыло. И нам было очень интересно понять, как же мысль Федора Михайловича Достоевского, как его текст в театральной интерпретации воспринимают на разных полюсах нашей матушки-земли. Как оказалось, Достоевского знают и любят не только в нашей стране. И спустя полтора столетия обращаются к его текстам каждый раз классические сюжеты, осмысливая по-новому. Любопытно, что в этом году в наш город съехалось больше всего бесов и раскольниковых. Причем искать ответ на вопрос о твари, дрожащей, некоторые персонажи будут в буквальном смысле с помощью языка тела. Будет абсолютно уникальный спектакль театра метакинетики «Сны о преступлении и наказании» из Москвы. Там не только пластика, там будет звучать текст Зостоевского, играют два актера. Но вот именно то, как текст сам по себе, в ней, вот как-то сюжет, о котором мы знаем со школы, может интерпретироваться с помощью движения, с помощью пластики, с помощью некого сочетания тела человека в пространстве с некими предметами, то это будет очень интересно. В этом году организаторы отказались от конкурсной программы. Все заявленные спектакли слишком разные по форме, охват аудитории и менталитету, чтобы сравнивать их и оценивать. Поэтому зрителю остается только смотреть, наслаждаться и искать в бессмертных строках ответы на собственные вопросы.